Вот такая красота! И мамы работали, и дети работали. Кажется, в Захарово живут волшебники. Из обычных материалов – бумаги, клея, шишек, веревочек – ловкие руки малышей делают необычные елочные игрушки. Соня приехала на поляну сказок из Хлюпина. Для новогодней красавицы девочка сделала фонарик. Сначала нарезали вот такие вот штучки, а потом приклеили и вот сюда засунули мишуру. И еще завязали его вот тут. Фонарик Сони неповторим, а взрослые смотрят на него с особой нежностью, ведь когда-то они готовились к приходу Деда Мороза и делали точно такие же бумажные украшения. Это чудо, когда под руками получается красота буквально из подручных материалов. Обычная белая бумага и клубочек ниток. Оказывается, когда есть фантазия, то полет и фантазия, он безграничен. Можно сделать все, что угодно. Кто-то из участников акции делал украшения для елочки прямо в парке Захарова, а кто-то начал готовиться заранее, еще осенью. Старт конкурсу был дан 27 ноября. Винки из мишуры, подарки из пенопласта, подвески из дерева делали всей семьей. В этом и заключается главное преимущество акции, говорят ее организаторы. Совместное творчество, оно всегда объединяет. И я всегда говорила о том, что совместные игры. Когда у ребенка есть возможность участвовать, не только когда его веселят какие-то другие герои, а для него какая самая большая радость, что и мама рядом тоже будет веселиться. Имя автора лучшей игрушки определило зрительское голосование. Отдать свой голос можно было, написав номер участника на бумажке. Победителем этого конкурса признана игрушка Киселевой Василисы. Вот игрушечка. Василиса делала свою игрушку вместе с мамой. В ней любовь не только к творчеству, но и к тому месту, где они живут. Конечно, Василиса не писала и не рисовала елку, но она все помогала приклеивать, раскрашивала основу, раскрашивала Василиса. Потом мамка, конечно, ей помогла доделать все. Но основу красным разрисовала Василиса, помогала приклеивать шарики. За победу в конкурсе Василиса получила два билета на елку главы Одинцовского района. А ее подвеска, как и творение других конкурсантов, теперь украшает главный праздничный символ Захаровского поселения. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.